Здарова всем, ребята! Киртуха на плоди! Прямо сегодня будет очень крутое видео, потому что я вам покажу топ-3 аккаунта, которые будут забанены. И я не шучу, все эти аккаунты забанят. Я решил в последний раз на них зайти. Поэтому, ребята, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк и подпишитесь. А мы в стартуре и заходим на первый аккаунт. Но перед этим вначале я хотел бы тебе подарить Киробит Клав бесплатно. Чтобы получить это первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе, напиши любые хорошие комментарии и твои идеи. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, а мы заходим на первый аккаунт. Ребята, если честно, мне очень жалко заходить на этот аккаунт, потому что, скорее всего, его забанят. Вы посмотрите, 3600 часов онлайна, 178 кт. То есть это не просто вот нубский аккаунт, это аккаунт какого-то хорошего игрока, который получит банк. А за что же он получит банк, вы узнаете чуть-чуть попозже. Я вам все покажу. Что у нас по соревновательному режиму? Чемпион! Элита в четвертом сезоне, а в третьем сезоне вообще легенда. Это что-то нереально. Дальше смотрим союзники. Пятый сезон, гол 3. Дальше четвертый сезон, мастер. Третий сезон, обратно, легенда. Это очень жесткая аккаунт, и будет реально очень жалко его потерять. Выскажешься, где это пока? А может быть, этот аккаунт забанят за буст? Не. Давайте мы перейдем в клан. Возможно, забанят за клан? Нет, ребята. Это клан Маслята. Тут ничего такого нет. Это мой клан. Кто не знает? Маслята тут! Кештый Маслята! Возможно, забанят за друзья? Нет. Возможно, за личное сообщение там что-то написал? Нет. Его забанят за кое-что другое. И я прямо сейчас вам это покажу. Его забанят за его же инвентарь, прикиньте. Смотрим. Это М-сурый гриб. Давайте мы прямо сейчас сделаем крафтик. Опа! Мы сделали крафтик. Ну, я, ребят, не удержался. Так, ну что же. Смотрим дальше. Вроде бы как, все по дефолтику. Все хорошо. М-сурый грибы, да? Но сейчас вы все поймете. За что же будет банчик? Мы листаем вниз-визвниз. Пролистываем все эти М-сурый грибы. И я вижу. И я вижу те самые скины, за которые его забанят. Вы посмотрите, что за дичь. Вы посмотрите, тут везде есть шилды 6 ерс. Это не фотошоп, это не шут. Я могу любой из них прямо сейчас отклеить. Он будет в интере. Посмотрите, прямо до моей башкой. Ну, помимо ножичка, на абсолютно каждом скине, на каждом скине, есть по 4 шилда. Даже на долбанной анкоманке. Что за дичь. Это тоже долбаный рарк, это 4 шилда. Долбаный дробаш, тут 4 шилда. Тут везде, ребята, везде одни шилды. И ясен пень, что, скорее всего, этот аккаунт могут забанить. Поэтому, знаете, что... Я прямо сейчас вперед открываю ревенж кейсик. Но перед тем, как вы скажете, что кент и пк этот аккаунт надо банить, я хотел бы сказать его оправдание. То, что он все эти скины купил. То есть, он не багал шилды. Я не буду говорить, как это делать. Он их не багал. Он их просто взял и купил на рынке. Поэтому, я надеюсь, что его не забанят. Но мы, ребята, перемещаемся на аккаунт номер 2. Так, 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 да, ребят, не удивляйтесь. Это мой старый аккаунт. За что же его могут забанить? Не, ребят, его вроде как не могут забанить. Но он был забанен. Он был не просто забанен. На этом аккаунте был очень долгое время трейдбанк. Что же это означает? Это означает, что я не могу ни продавать, ни покупать скины. А из-за чего же он был, я расскажу немножко попозже. Давайте вначале посмотрим на мой профиль. Ну, то есть, как мы видим, я на этом аккаунте вообще не играю. Потому что я получил трейдбанк. Не знаю, наверное, где-то на год я его получил. И я просто-просто не играл все это время стендов. Давайте, ребята, прямо сейчас все посмотрим. Ну-ка, видите, у меня все по нулям. Время, говорит, 1100 часов. То есть, это реально мой аккаунт. Я в этом, я стою. Что за клан? Ха-ха! Козы, что за клан? Ну, вы поняли, что понимали. Ему сейчас даже показать мои личные сообщения. Типа пишут, го, один на один. Привет. Най, ты лучший. КНДПК и так далее. То есть, это реально мой аккаунт. Понял, понял. Я вам даже сейчас покажу инвентарь. Фух, ребята, как же рад, что этот аккаунт все-таки в конце концов разбанили. Я могу обратно в этом аккаунте делать все, что я захочу. Переходим вначале в инвентарь. Что же тут? А тут, ребята, нереально дорогой. Нереально богатый. Нереально крутой инвентарь. И вроде бы как самый дефолтный инвентарь. Кстати, да, посмотрите, как много я купил райвл-кейсиков. Обалдеть. Я богат. Просто прикиньте, каждый из этих райвл-кейсиков может продать по 400 голды. А у меня их прям очень-очень много. Я их считал, у меня их около 200 штук. То есть, у меня уже сходу на 80 кассарей райвл-кейсиков. Просто прикиньте, как было бы обидно, если бы этот аккаунт не разбанили. За что же его забанили? Вам всем интересно. Я вам сейчас ничего не буду говорить. Я вам лучше покажу. Рынок, история. И история, давайте, история покупок. Так вот, ребята. Этот аккаунт, знаете, за что забанили? За то, что он участвовал в бусте. Я не шучу, в бусте. Я просто сделал буст. Я участвовал в всеми моими аккаунтами, чтобы максимально пробустить скин. И знаете что? Меня забанили за буст. Посмотрите, это 2021 год. Я купил очень много разных скинов. И я просто-напросто из-за этого получил бан. Поэтому, ребята, если вы участвуете в бусте каких-либо ютуберов, то, моим совет, участвуйте не на всю вашу голду. Потому что я помню, что я сделал буст. Скажись, потратил, не знаю, 1200 голды. И мне сразу прилетает трейд-бан, и я испыгался. Пишу нас с рабочками, пацаны, что за дела? Они говорят... Давайте посмотрим, что же у меня было на этом аккаунте. Потому что я на нем очень давно не был. Блин, как же много рейбл-кейсов. Как же много рейбл-стикер-паков. Обалдеть, ребята, ты шо? Вот это просто инвентарь моей мечты. Я грибу, али-бабуля. Ну, инвентарь, конечно, вообще пусточки, да? Дядь, ну как тебе этот авик ТХ? Нормальный скинчик, конечно, нормальный. Хочешь, чтобы получить совершенно бесплатно. Да, братик, залетай на баундропчик. И поднимай там топовый инвентарь. Халявные ножи. Там добавили новые кейсички, с которыми ты можешь себе поднять дорогие ножи. И в апгрейдах улучшай вплоть до авика ТХ. Потому что мой знакомый поднял авик ТХ на баундропе. Прикинь, это круто. А по моему промику снизу ты получаешь бесплатную галдишку. Или бесплатный кейсик. Поэтому, братик, смотри, закрепленный комментарий. Залетай на баундропчик и поднимай себе топовый дроп. Ну, а мы идем дальше. К сожалению, аркан нету. Шелдов на этом аккаунте тоже нету. Но вот такая вот история, что этот аккаунт тоже был очень долгое время в бане. Что? У меня тут есть фориас кейсы? А, обалдеть, я уже не забыл про этот аккаунт. А тут оказывается инвентарь. Ничего себе, сказал я себе. Даже есть хлынчер паки. Вау, ребята, вот. 2 М16, каждый из которых стоит по 500 галдишки. Ля, красота. Хэштег красота. Вот это инвентарь. Обалдеть, не встать. И, кстати, да, на этом аккаунте тоже есть один шилд. Но меня за этот шилд точно не забанит. И я скажу так, вроде бы как этот аккаунт уже больше не будут банить. Как минимум, потому что я на него больше не играю. Я просто жду, чтобы подражали раилл кейстики. И потом все продам, прикину на основу и забуду про этот аккаунт как страшный сон. Понятно. Ну что же, ребята, а мы переходим на аккаунт номер 3. Ну и третий, наш аккаунт будет самый крутой. Потому что это аккаунт самого настоящего трейдера. И вы не поверите, он тоже был в бане. И знаете, за что он был в бане? Он был в бане за то, что он просто купил скин на рынке. А оказалось, что скин плейстил какой-то кидок. И в итоге забанили кидка и того человека, который купил у него скин. Ну и забанили фулиуса этого самого трейдера. Прикиньте, бывает даже так. Ну что же, давайте посмотрим, что же прямо сейчас, ребята, происходит на этом аккаунте. Я вам скажу так, фулиус нереально жесткий киберспортсмен. Я против него когда-то играл в дуэльку. Он на чистый гнубах глима просто разнес. Поэтому, ребята, вот его аккаунт. 3.32 кд. По рангу у него все в порядке, все хорошо. Но вам всем интересно, какой же у него инвентарь. Я не буду тянуть резину. Погнали! Обалдеть! Что? Я не вересным глазом. И прикиньте, этот аккаунт был в бане. Я в шоке. Да блин, я не знаю, если бы это был мой аккаунт, его забанили. Я бы просто, не знаю, вышел бы через окно. Давайте посмотрим на его стиле. Это, вау, какой красивый паттерн. Ля, ты красавчик, дорогой, ты моя. А вы, я в трэшер хаттер. Я как раз на него собираю. И если не ошибаюсь, на рынке даже прямо сейчас стоит мой запрос. Да, это мой запрос. 65.200. Обалдеть, у тебя инвентарь, дорогулечка, ты моя. Так, ребята, слушайте. Ну, походу, его тоже могут забанить. Потому что у него 4 шилда на статреке Desert Eagle Venator. Ага, дорогулечка, ты моя. Ну и рассказывай мне. Вот это аккаунт. У меня просто нету слов. Как же много разных аркан. Как же много крутых дорогущих скинул. Это что? Это? Это? Это Хэрни Громанзер с двумя голдскулами. Что? Мать моя, женщина, роди меня заново. Обалдеть. Это еще и АВМ Спорт? Опять с голдскулом. Мужик, да ты ненормальный просто. Это не норма, ребята. На этом аккаунте есть. О, кстати, вы видели, что справа на АВМ Спорт 2 есть значок Excel Bolt Studio. Или только недавно добавили. Смотрите, в натуре я раньше не видел даже такого. Обалдеть. Ха-ха, прикольно. Так, ребята, мы листаем дальше вниз. И что же я вижу? Вижу кучу легендарок. Кучу, кучу всего. А нет, вижу. Опять голдскул. Да этот чел просто помешан в голдскулах. Три арканы и четвертый клейк голдскул. Это обычный USP-50. Это самый дефолтный, самый вонючий, самый ненужный скин. Я в шоке. Братан, спасибо большое, что ты доверил мне аккаунт. Просто прикиньте, он доверил мне аккаунт. Говорит, братан, конечно, снимай обзор. Я тебе без правильного доверяю. Потом, братанчик, спасибо тебе большое. Такие скины. Я тоже хочу дать тебе хотя бы один голдскульчик. Ёханый бабайк. У меня уже такое ощущение, что, возможно, хотели забанить за дело. Так, ну окей, листаем дальше, дальше, дальше. У, USP-10. Просто лишили винты, я даже не применил. А слева это стоил дрэгон с четырьмя наклейками хэллоуинскими. Да ты что, дорогулечка, ты моя. И откуда у тебя такие скины? Ну, на самом деле, ребята, он жесткий трейдер. Он постоянно трейдит, постоянно сидит на рынке. Поэтому я понимаю, откуда у него такие крутые дорогие скины. Он просто их натрейдил. Дядь, ну такой жесткий. Что? Кэркарбон с голдскулами, двумя наклейками Мэтал Рэд? Этот скин стоит примерно 120 тысяч голды. Тут очень дорогие наклейки. Откуда у тебя все это? Просто скажи, откуда у тебя? Да ты что, у меня не до слов. Так, окей, листаем дальше. Да блин, чел, ты надоел Дезер Ил Рэд Дрэгон. Опять четыре дорогих наклейки. И одна из которых Аркана вообще. Блин, ты очень жесткий. Обалдеть. Просто представьте, как же он бы расстроился, если бы его аккаунт забанили. Так, ребят, смотрим дальше. Пока что наклейки дефолтные. Ну типа, ну наклейки крутые, но прям супер дорогого я ничего не вижу. Листаем дальше, листаем дальше. G-22 релик. А сколько стоит сейчас? Интересно, а ну-ка. 27 косарей. Слушай, неплохо. Потому что я свой G-22 релик продал за 13к. Обалдеть, он подорожал. Что? Кэрворм? С двумя Арканами? Что? Ну я даже не могу представить, что кто-то на анкомолотку приклеил такие наклейки. Нет, дядь, ты нереальный. Что? Это G-22 инфермер с двумя Самурайами? Нет. Дядь, ты псих. Ты просто псих. Если он все эти наклейки приклеил сам, он просто сошел с ума. Дядь, просто башка не варит. Вау, вот это у него наклейки. Он какой-то сумасшедший. Я отвечаю. Я никогда в жизни не видел таких жестких типов. А прямо сейчас мы видим его наклейки. Вау. Это все Арканы. И сколько они стоят? По 300 голдишки. Обалдеть, не встать. Сколько у него крутых наклеек. Сколько у него голды. Ребята, моим совет. Хотите стать тоже богатыми? Покупайте те же самые наклейки, что и он. Если он их купил, то значит они 100% подорожают. Ну, тут, ребят, самые дефолтные наклеечки. Тут у нас уже пошли элитные граффити паки. Обалдеть. Слушайте, а может пока не видеть, не распакуем. А так хочется. Ладно, не буду. А то больше, мало ли, вдруг мне больше не даст аккаунтный обзор. Тут, ребят, идут легендарочки. Тут у нас идут эпики. Тут все идет у нас по дефолтику. Тут уже самые обычные граффити паки. Но если он их купил, отвечают. Покупайте тоже. Не прогадайте. Потому что трейдер с опытом. Он шарит, что он покупает, что он продает. Ну, а прямо сейчас мы посмотрим на самое интересное. Вот тут-то будет самый трэш. 8 голды перчатки. FNF Leather за 143 голды. Что? Ты серьезно? Да ты просто сумасшедший, чил. Тычки Хармонии за 73 косыря. А зачем? Посмотрите, туда же у вас запрос стоит до сих пор. Я не знаю зачем, но как у него стоит запрос, если у него 36 голды. Что? Я что-то вообще ничего не выкупаю. Так, ребятки, давайте посмотрим, за сколько он покупает обычные скины. Он купил гифтбокс за 20к. Зачем? USP ENAZ за 6400. Кирамбит Голд за 7 косырей. Вы понимаете, в каком уровне этот рейдер? И прикиньте, что было бы, если бы его аккаунт забанили. Да это просто капец, туши свет кинай гранату, называется, да? Ну что же, мои уважаемые подписчики. Такой хороший, замечательный, прекрасный нотик мы будем заканчивать. Поэтому, ребятки, обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и подпишитесь на мой телеграммчик. И я вам подарю вот этот вот стилет на ссылочке в описании. И на мой ютубчик подпишитесь. Все, мужики, всех обнял, приподнял. Сейчас лайкосик, подписочка. Всем удачи, всем пока.